Добрый день, дорогие наши читатели. Мы приветствуем вас на нашем канале Книжный Мир. И у нас в гостях наш автор, политолог, профессор высшей школы экономики Олег Анатольевич Матвеевичев. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот, ну, судя по всему, что мы продолжаем жить в эпоху больших перемен, нас ждет конституционная реформа и уже объявлен новый состав правительства. Прокомментируйте, пожалуйста, вот ваше видение, во-первых, конституционной реформы и изменения, которые произошли в составе Кабинета министров. Ну, период действительно затишья определенного, которое было после президентских выборов, период некого отступления власти закончился. Власть перешла в решительное наступление, которое, значит, будет венчаться уже 21-м годом. К 21-му году поставлена, так сказать, задача, чтобы была одержана победа властью на выборы в Государственную Думу. А для того, чтобы такое случилось, нужны две вещи. Первое – это рост материального многосостояния людей в большинстве своем, которое потом, собственно, пойдет на выборы и будет поддерживать власть. Ну и, соответственно, вот те реформы, которые, конституционного плана, тоже должны, как говорится, увеличить роль Госдумы. То есть, соответственно, это должно оказаться на явке, потому что раз теперь Госдума сформирует правительство, убеждает, то ценность депутата, депутатского мандата будет возрастать. Отсюда вот эти все реформы. Правительство случилось потому, что предшествующее правительство выработало свои ресурсы, работало на максимуме своих возможностей и добивалось темпов роста экономического, в условиях, конечно, санкций, 1-2% в год. Это неприемлемо. Путин ставил задачу, темп роста выше средней мировой стоимости. То есть, это где-то 4% в год надо делать. Понятно, что если президент ставит задачу, а правительство систематически не выполняет эту задачу, ну, нельзя президенту делать в режиме. Поэтому правительство вошло в отставку и были набраны эффективные люди, которые способны со всеми будут справиться с поставленными задачами. В данном случае мы видели формирование правительства очень логичным. То есть, это не такой нобилитет, когда людей брали за предшествующиеся круги, за близость к телу, за представительство той или иной группировки во власти и так далее. А исключительно по принципу эффективности. Я взял с председателем правительства самый эффективный член бывшего правительства, который сделал грандиозные успехи, реформированные им, так сказать, отрасли на том, на участке работы, за которые отвечал, а именно налоговая служба. Он подобрал членов своей команды, с которыми он работал и добивался этих успехов. Очевидно, что этих людей раньше, грубо говоря, никто не знал. И это его чистые рекомендации. Он считает, что они способны и ему дали возможность. Президент согласился с его выбором. Дальше в правительстве остались те люди, которые не вызывали вопросов в смысле своей эффективности. Ну, грубо говоря, как пример, допустим, Патруша. Хельских хозяйцев у нас, что называется, плюс. Мы видели урожай, продажа верна. Все это растет. Распещение подовольственной безопасности. Ну, зачем убирать человека эффективного? Поэтому, естественно, он остался. Шулыгул, Лавров, да, это люди популярные в народе и эффективные в той подрасли тех министерств, которые они руководят. Те министерства, которым были вопросы с точки зрения эффективности, популярности и так далее, были заменены на людей, которые, ну, обещают быть более эффективными. То есть здесь все абсолютно мудро и логично. Понятно, что в строительстве появился представительство Собянина, самый наш эффективный менеджер, так сказать, ну, вошла в пятерку самых лучших мегаполисов мира по западным рейтингам. Естественно, что там сильная команда и двух сильных членов этой команды забрали на федеральный уровень с большим, что называется, повышением, чтобы они теперь уже, значит, старались для всей России. Мы также видим то, что далеко долго ждали все люди, скажем так, настроенные патриотически, что финансовый блок в правительстве ушел на то место, которое мы должны занимать. Бухгалтерия не должна рулить всеми. Раньше у нас министр финансов Серванов был вице-примером, теперь простой министр. А вот вице-примером стал человек, известный своими государственническими взглядами и решительный сторонник влияния государства на экономику. Соответственно, мы увидим, думаю, экономические росты, новые методы работы. Поэтому ожидаем от этого правительства вот тех задач, поставленных год-два, как раз, ну, собственно, 21-й год, они должны дать темпы роста выше мировых, должны осуществить и хорошо сработать с точки зрения реализации национальных проектов, объявленных Путиным, и майского указа, который был после последних президентских выборов. Вот, если это правительство надежды, это обновление мощного власти, упрекнуть Путина в том, что он, значит, в застое в каком-то находится, мы сейчас не можем. Вот. Ну, а теперь вторая часть, это, собственно, послание президента, оно состоит из двух частей. Первая часть – социальная, это деньги, деньги, которые будут сброшены для, по сути дела, борьбы с бедностью и подстёпивания демографического роста. Беспрецедентный демографический пакет, который очень дорогой, это будет стоить в нашей казне хороших, больших денег, но это деньги, которые пойдут для того, чтобы нас стало больше. Для помощи нашим родителям, мамам, детям. Причём здесь по поводу детей я бы отметил, что по всей цепочке Путиным даны инициативы. Рождение ребёнка, помощь малоимущим, если он не дотягивает доход до прожиточного минимума. Большая программа возрождения детских садов, программа строительства школ, чтобы всех хватало, и дальше увеличение бюджетных мест вузов, причём по региональной принадлежности. То есть вся цепочка до самого момента, когда человек встаёт на ноги, становится взрослым и идёт работать, полностью берётся государство эту цепочку поддерживать. Это очень здорово, и это, конечно, вселяет в людей архимизм. Я думаю, что эти меры дадут результат, так же, как и прошлый. Вот я не знаю, что это капитал, работающий с 2006 года, дал нам рост рождаемость. Здесь, соответственно, этот червячак будет использован, и он, я думаю, сработает. Мера по национализации и вид запреты на войны и гражданство, виды на жительство для депутатов, чиновников. Напомню, что это, вообще говоря, работало в России с 2006 года, соответствующий закон существует. Никаких двойных граждан наших депутатов и сейчас нет. Натрос просто в том, что закон – это такая штука, сегодня он есть, завтра его нет. А вот если это норма были в конституции, то это уже, скажем так, другая история, это более серьёзно и фундаментально. Поэтому, значит, это вещи. Ну и вот перенесение ответственности на Госдуму за формирование правительства – это тоже важная история. Просто у нас с 1993 года, когда Конституция была принята в кризисных условиях, условиях, по сути дела, гражданской войны, гиперкрасирована была роль президента. Сейчас президента разгружают для других его, скажем так, функций и приносят часть тяжести и ответственности, прежде всего, конечно, на депутатов и правительства. Вот основная суть реформы. Ну, там ещё целовики, естественно, можно напомнить, что они теперь тоже будут назначать Советной Федерацией, и Совет Федерации тоже будут ответственны за реализацию политики определенной. Некоторые социальные гарантии типа лориндексации пенсии пенсионеров тоже конституционно будут закреплены. Потому что раньше это было, так сказать, на воле правительства, а теперь будет закон о конфессуальном. Вот. То есть все эти пакеты, этот весь ожидается, что будет поддержан населением. Сейчас социологи фиксируют, что поддержка этих вещей есть. В принципе, можно было все эти поправки принять одной только Госдумой, потому что мы не не требуется референдум, когда мы не меняем основы институции. Ну, Путин попросил людей отреагировать, дать обратную связь. Поэтому будет проведено российское голосование где-то в апреле этого года. Спасибо большое, Олег Анатольевич. Я напоминаю нашим читателям, что с нами был профессор Высшей школы экономики Олег Анатольевич Матвеевич. Приобрести его книги можно будет на нашем сайте. Ссылки будут даны в описании данного ролика. Олег Анатольевич, спасибо за Ваш интересный комментарий. Всего доброго. Всего доброго. Олег Анатольевич